Богослови, Душа моя Господа, Богослови, Господи, Богослови, Душа моя Господа, И за внутренняя моя имя святое Его, Богослови, Душа моя Господа, И не забывайся востоянии Его, очищайся в себе законе Твоя, И вселяющего все беду и Твоя, И сбавляющего, быстреньея же Матва, И чаящего Тя милость и речит ватами. Ты, о великий чудотворче, на коего ж до лето предивное чудо в море являлеси, и на нас, грешных и недостойных, чудо божественное помощи яви, да отступят волны страстей от душ наших, да очистимся покаянием, да примем молитвами Твоими здравие души и тела, и прославим причесное великолепое имя Господа и Бога, Его благодати, данную Тебе во веки веков. ПЕСНЯ 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 Также приветствую от собратьев, археопастеров, которые сегодня разделили разом с вами радость в памяти вашего небесного правителя от корпорации Киевской духовной школы, где вы носите свой посуд. У вас Свята Церква поставила, можно сказать, на передовую, потому что в эти такие нелегкие часы вы всегда находитеся в центре подій, вы святуете их, вы всегда свидчите зовнішнему святу нашу позицию, позицию нашей Святої Церкви. Святите про истинность православия, в чем оно поляга. И как раз можно провести аналогию в связи с этим, аналогию с подвигами священного ученика Климента, который также, несмотря на какие ситуации такие внешние, политические, он всегда остался в верным Христовом. Возвращаясь на то, что он был гонимый, своё життя ему пришлось скончать у силы, но он остался в верным Христовом до последнего своего подвига. Так что хочется побажать, чтобы Богосердный Господь, который сказал, когда привлекут вас на судилище, не думайте, как и что вам говорить. В этот час дам слово своё в уста вашим. Так и хочется побажать, чтобы Господь завжди вам у ваших уста давал своё слово, слово истины, для того, чтобы перед всем свитою свидетельствовали то, что наша Церковь стоит на твердом основании, на камене, в котором есть Христос. Стоит в той вере, которую нам передали апостоли, святые отцы. Стоит непохитно и, несмотря ни на какие-то пробования, остается верным Христом. То же, нехай Господь укрепляет вас и душевными, и челесными силами, даёт вам мощность восстановить истину православства. И допомога нести цей нелегкий архипастерский крест, а в знак нашей братской любови молитвы за вас. Примейте, пожалуйста, эту просвору, которая свидетельствует нам про дар Бога. Свидетельствует о том, что Господь дал нам великую милість. Тайность своего Ивхаристии. И следует про то, что мы всегда молимся за вашу святые гости. Многое и благая лета. Исполагайтесь. Ваше Високопреосвященство и Преосвященство, всечесні владыки, Ваше Високопреподобие, дорогие отцы, дорогие братья и сестры, в этот день, когда мы отдаем память и свято введение в храм Божией Матери и свято блаженного успения святого Климента Римского, дозвольте найперше висловити слова демокрой и бдячности предстоятелю нашей Святої Украинской Православной Церкви, блаженнейшему митрополиту Киевскому и всей Украине Иван Уфрию, за то, что с его благословения мы сегодня смогли зібраться тут, у Свято-Ольгинскому собору, для того, чтобы разом разделить спільную молитву, объединиться навколо Святої Украинской Ивхарисии. И, как сегодня у проповедии сказал Владик Адамисник Почаевский лавр, митрополит Володимир, не имеет большого, большого, большого справа, и не имеет большого радости, и большого важного события в жизни люди, чем Святое Богослужение, Святое Украинское, яка завершается в храме Божия. Нехай Господь прийме нашу молитву и дать нашему блаженнейшему добре здоровье, чтобы он еще много раз приезжал сюда, в этот храм, который он любит, который он любит, который он всегда не минает, и сегодня мы тоже были, но просто трошки захворили, и будем молиться, чтобы Господь послал нашему блаженнейшему добре здоровье на многие благие века. И хочу вам щиро поддянувать дорогим Владикам, которые приехали из всех усюд, и приехали из Западу, из Почаевской лавры, и приехали из Сходу, из Луганщины, и приехали из Чернигівщины, из Нежинской партии, и наши дорогие Владики, и векари Киевские, которые являются лучшими помощниками нашего блаженнейшего. И даже из Пивня Владика Ефрея приехал из Азовского моря, призван хоть трошки солнца своего гражданства, благодаря тому, чтобы мы духовно зогревалися, потому что потешали. И тут среди нас и братья Киево-Печерской лавры, потому что с благословения намисника Киево-Печерской лавры, подвиги Павла, мы можем и в этом году, как и в прошлом, насолодиться тем, что на благослужении есть святая глава Климента Ефреевского, того святого, который постраждал в прошлом 101-м году, далеко в 101-м году после Рисса Христового, и уже почти 2000-летний глава, истачает мир, истачает чудеса, истинение. И мы можем тут разом молиться на лиму березня Киева перед этими святыми мощами цели великого святыни. И я очень благодарен Монажесу, Хлоровского монастыря, которые приехали также, чтобы разделить с нами эту радость. И благодарен всем тем, кто сегодня пришел сюда, потому что память святого Климента колись на Руси была наибольшим святом. Как говорят и сороки, святый Климент – это первый святый на Руси. Он постраждал в Христонезе еще в 101-м году, и до него не было на нашей земле других святых. И его мощи были первой святынею, которую князь Володимир принес в Киев. Это святую главу. И эта свята глава была церковь до полного життя наших предков. Поэтому, хай Господь пошел в благословение через молитвы святого Климента всем, кто вшановит его память, чтобы его молитвами, как сказано было у тропаря, по песне-словам, Господь оберегал каждого из нас от беседих негаразьев, от накопив, от бит, скорбот, хвороб рязных, и подавал самое главное надею на то, чтобы все мы вместе с святым Климентом сможем наследовать вечное блаженство в Царстве Небесном. Храницей Господь. Слава Богу!